Этот довольно-таки шумный компьютер с двумя жесткими дисками в довольно-таки странном АТ-шном корпусе черного цвета что для того времени было совершенно нетипично имеет довольно-таки интересную и довольно трагичную историю дело в том, что я нашел его в абсолютно уничтоженном состоянии выброшенным из окна дачного дома и лежащим на улице и медленно догнивающим К сожалению, когда я снял это видео а было это в первый день моего отпуска в 2017 году 4 года назад у меня не было доступа к хорошей камере Снято на сотовый телефон с разрешением где-то 320 на 240 Поэтому вы предупреждены Все, что дальше будет в этом видеоролике не отвечает никаким современным критериям качества Пожалуй, самая странная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни компьютер который, по всей видимости, был выброшен из окна и много лет пролежал под закрытым небом во дворе Корпус деформирован Весь и верх, и низ Крышка разбита Кстати, я никогда в жизни не видел АТ-шных корпусов с черным пластиком В основном АТ-шные корпуса с белым Это старый выключатель Кнопки рельсов, которая запала и турбо Кейлок И здесь За вот этим вот Практически непрозрачным куском пластик А находится Индикатор Который показывает частоту Процессора В зависимости от того Нажата кнопка турбо или нет Не знаю, есть ли возможность полностью убрать коррозию Местами она уж больно Слишком сильно разрослась вдоль швов Выгнуть все это Склеить морду Крышка сверху У меня лишняя есть Ее можно взять и использовать Посмотрим, что Попробую выжать Из этой кучи металлолома Максимум Не думаю, что это возможно Я полагаю, что, скорее всего, все внутри будет мертвым Но я рискну проверить это Это содержимое Того самого ржавого системного блока После того, как я его Аккуратно разобрал И вымыл Под краном До сих пор мокрое Это действительно 8 мегабайтовые пластки 32 мегабайта в сумме Когда оно просохнет Особой коррозии нигде На разъемах не видно Я рискну это Воткнуть Первый пентиум, который стоит у меня там И проверить Каждую плашку Как ни странно, тоже Никакой коррозии на контактах Позолоченные Так что, на самом деле, неудивительно Зонбластер Самая главная здесь деталь Потому что У этой карточки есть Заметный шанс Что она окажется еще рабочей Что, опять же На Ножках слотов Коррозии нет На ножках Микрофьем тоже нет Здесь всего два чипа То есть, особо ломаться нечего Собственно Контроллер И вторая микросхема Это усилитель Я помню Трех Или даже Десяти ватт Самые Самые большие следы коррозии На порту Железка И Геймпорт Очень сильно корродировали Батарейка На этой материнской плате Находится Внутри Вот этого вот компонента Даллас Реалтайм Клок Не знаю Можно ли это назвать Микросхемой Электронный компонент Залитый сверху Пластиком Внутри Есть батарейка Батарейка вспыхает Кирдык Полностью Вся эта Микросхема Перестает работать И Из-за этого Компьютер Перестает грузиться Да, сейчас Я сунул Естественно Не имея возможности Вынуть эту батарейку Я сунул ее под воду Материнскую плату Если там что-то было То тут произошло Короткое замыкание Хотя у нас В вероятности Сто процентов Произошло гораздо раньше Потому что Эта Плата лежала Под открытым небом Несколько лет Ее Постоянно заливало Дождем Что вполне понятно По коррозии Выкрутил все порты Коррозия Конечно страшная Но тем не менее Я полагаю Что это Если не очистится Так как хромирование Сошло То Я думаю Что все равно В этих портах Будет контакт У меня правда Еще целый мешок Таких проводов Была возможность Я их собрал Вот экранчик Кнопка Ресет Вытащил Сейчас все Из морды И ее Насколько это было возможно Отмыл Надо будет склеить Треставший Пластик Но в целом Оно выглядит Неплохо Я Прошу прощения За отсутствие Нормального освещения Корпус Я Кое-как выгнул В нужное положение Ногами Вся ржавчина Будет отмыта Посто Надеюсь Ну и самое смешное Конечно Это звуковая карта Я Открутил от нее Прожевевшую парольку Вот как она выглядит Изнутри Снаружи Частично даже очистилась Геймпорт Тоже весь ржавый И я поставил Внутрь вот этого Первого пентиума В котором есть Винчестер Windows 95 И драйвера Вот у нас Саундбластер Можно увидеть Что вот здесь Вот Ржавевшие контакты Все довольно Плачевно выглядит Но При этом Все работает Так я и говорил Я уже знаком С подобными Устройствами И я знаю Что их довольно Сложно вывести Из строя Если только С батеринской Платой Или с чем-то Еще не произошло Что-то Очень плохое В процессе работы Лежащие Лежащие просто так Карточки Довольно сложно Испортить Если только Они не побывали В кислоте Или в чем-то Подобном При этом Если посмотреть Сейчас не видно Но текстолит Слегка деформирован От влажности И даже это Не мешает Карточке работать Нигде Не пропал контакт Проверил Процессор Выяснил Что он рабочий Но вот Память у меня Не заработала Но Я попробовал Ее Снова Поставить В тот же Компьютер Не знаю Чего я ожидал Что он Выдаст мне Другой результат Но тем не менее Все 4 плашки На проверку Оказались Рабочие Системный блок Выправлен И зашкурен Появилось Довольно большое Количество царапин Вот Видно Под этим углом Но ничего страшного Это внутренности Ржавчина осталась В труднодоступных местах Но об этом Скорее всего Позаботится Обработка антикором И схожу В автомобильный магазин Найду какие-нибудь препараты И обработаю Поставлю в ванну То что память работает Дало мне Достаточно Уверенности Чтобы попробовать Что-то сделать С материнской платой Я достал Ненужный мне процессор Для Sopita 7 IBM Surix Довольно бесполезная штука Его можно поставить сюда И испытать Я воткнул память И воткнул PC спикер То есть Никакое видео Никакой периферии Всегда не подключено Для меня сейчас важно Удостовериться Что в этой Материнке Есть хоть какие-то Остатки жизни То есть Если она запищит Имеет смысл Что-то продолжать Если нет Ну С Богом Ну или как говорят На Востоке Аллах Акбар Дым не пошел Процессор греется Довольно сильно Но звука нет Выключаю Чтобы ничего не перегреть Правильное подключение Вот сюда И я еще раз включил Протестировал этот комп И он опять не подал Признаков жизни Не считая того Что светодиод загорелся Но Потом я прошелся И вручную вытащил И вставил назад Каждую Перемычку На этой плате А затем Переставил перемычку Сброса Биоса И включил назад И теперь смотрите Что происходит Он просит память Эта штука живая Я поверить не могу Весь компьютер Живой Так Ну ладно Попытка номер 2 Мы не пищим Мне это не нравится Не хотелось бы Жечь эту карточку Она правда была Уже не в очень Хорошем состоянии Когда я ее нашел В ней были Явно была Обступавшаяся память Но по счастью Это та память Которая стыкалась Вот сюда В эти два слота Я ее вытащил И остальное заработало В итоге компьютер Не просто заработал Был Докомплектован Мной Жесткими дисками Нормальным блоком питания Который я специально купил Подключил USB Как видно Это все та же машина С наклейкой Надежда С Dallas Real Time Clock Со следами ржавчины На конденсаторе На вот этом винте Машина полностью рабочая Ну или вернее Она была полностью рабочая До совсем недавнего времени Когда батарейка В Dallas Real Time Clock Наконец-то померла Случилось это Совсем-совсем недавно И проблема в том Что эта микросхема Запаяна наглухо В материнскую плату Вытащить ее нереально Без нее Этот компьютер Не запоминает Настройки биоса Вообще никак Даже если их ввести Перезагрузиться Они сразу же стираются Потому что В отличии от других компьютеров При включении Память в этой машине Не поддерживается За счет питания Материнской платы Она поддерживалась Исключительно За счет Установленной Батарейки В Dallas Real Time Clock А батарейка мертва Из-за этого Материнская плата Перестала видеть USB То есть По умолчанию В настройках В биосе Встроенный USB контроллер Отключен Поэтому Обмен информацией С этим компьютером Несколько усложнился Но он Все так же Рабочий Прошло уже Довольно много лет Я нашел Наклейку Надежды Компьютерс Которая Подходит К Вот этой Вот Наклейки Внутри На материнской Плате Вбил Перемычками Довольно Странную Информацию На экранчик Нашел Кнопку Турбо Кнопка Ресит Более не Западает Установил Дисковод Сидипривод 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 Лучше чем Сидюк В моем Основном Компьютере Да Я Один из тех Людей Которые Уделяют Внимание Больше Найденному Хламу Чем Своим Основным Машинам Но Этот Компьютер Мне Помог Закончить Один из Моих Рассказов Я Скинул Целую Кучу Черновиков На эту Машину И Жесткий Диск Осыпался И Когда Я Восстанавливал Эти Черновики Избитых Файлов Я Внезапно Увидел Что Два Моих Рассказа У Одного Не Бало Начала У Другого Не Бало Окончания Очень Хорошо Подходят К Друг Другу Я Объединил Их Друг С Другом И Сделал Получилась Повесть Поэтому Она Занимает Довольно Таки Почетное Место В моей Коллекции Компьютеров И Я Даже Нашел К ней Крышку И Несколько Неумело Покрасил Ее Из Балончика К сожалению День Который Я Выбрал Для Покраски Этого Компьютера Оказался Днем Когда Был Самый Настоящий Позже Я Скорее Всего Ее Зашкурю И Покрашу Не Глянцевой Краской А Нормальной Матовой Но Это Все В будущем Я Подарил Этому Компьютеру Достаточно Продолжительную Новую Жизнь А Он В благодарность Подарил Мне Рассказ Который Я Как бы Написал Но Как бы Не Написал А Он Возник Сам Собой В недрах Одного Из Спасибо За Просмотр